во время роман выхватил из лап злопыхателей сей прекрасный ножичек дабы дать ему второй шанс иначе сгинул бы просто-напросто вот такой предметик все аскетично и единовременно вполне себе нарядно не знаю чьи кисти безусловно японский сто процентов это ламинат вот здесь если внимательно присматриваться там линия хамон присутствует было здесь вот такая ну я бы так сказала значительная прошу просить у нас завелся дятел редкая погадости птица такая была обратная улыбка пришлось ее методом технологического барьера убирать ну и далее заново сводить фаску было пожелание такое сделать его поострее поскольку сведение его не самое тонкое но достаточно таки железка плотная поэтому стартовал я с 14 целых восьмидесятых градусов на сторону и закончил на 15 градусов я думаю более чем достаточно это будет для того чтобы рез был абсолютно удобоваримой с одной стороны с другой стороны ну чтобы лучшее было качество проникновения скажем так продукты ну в общем то чё тут показать рассказывать все вроде как прилично отфинишировал его на десяти тысячах решил взять на него супер стоун дабы сделать нормальный финиш человеческий но при всем при этом вот обратите внимание вот глазу этого не видно в данный момент времени вся фаска ну я не знаю я привык по по бритвенному выражаться быть может ребята которые ножи правят от главной маэстро евгений лукьяненко посмотрят вероятно потом в свое замечание выскажет мне в эту сторону но так конечно даже эстетически очень привлекательно смотрится но можно смотреть и смотрите смотрите ну и помимо всего прочего достаточно остренький единственное я бы сказал слегка 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 вот носик смотрит получается влево не стало ничего делать поскольку но честно сказать это наверно я даже не знаю как это равняется но просто так взять зажать в какие-то тиски и попытаться выровнять велика вероятность того что он нож просто вот здесь в носике лопнет я думаю на качество реза это никак не скажется будет владелец резать и горя не знать поэтому незамедлительно будем законному владельцу передавать дабы проверили на работоспособность просто таки в незамедлительном режиме ну так режет как и любой хороший японец нормально режет вот такая вот микро красота есть у меня товарищ он свое время отправлял он художник отправлял свою работу на международную выставку в японию выставка это называлась маленькая картина великое искусство там единственный критерий это был максимальный размер картин тогда он создал конечно шедевр ну я бы сказал похоже вроде бы с одной стороны ничего сверхъестественного ровной линии но люди подумали сделали вот такое расширение интересно ладно лирика все всем приятного вечера до скорых встреч в эфире пока